Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка советов и хитростей. Присаживайтесь поудобнее, погнали! С собой в кармане я всегда ношу вот такой небольшой неодимовый магнит. И вот для чего. Положив в карман магнит, мы легко можем временно примагничивать один инструмент, например гаечный ключ, пока работаем, например, с отверткой. Не придется искать, куда положить нужные инструменты или класть его на пол и каждый раз нагибаться за ним. Просто примагничиваем и он всегда под рукой во время работы. Все удобно и держится отлично. Вы это сами видите. Если кому-то что-то нужно стянуть проволокой, то вот вам простой, но эффективный способ как это сделать. А если проволоки надо накрутить много, то я пользуюсь вот такой самоделкой из перьевого сверла, которую я сделал еще пару лет назад. Она показала себя с лучшей стороны. Удобная и эффективная штука. Как раз недавно опять пригодилась, когда делал ограждение из сетки. Кстати, недавно приобрел вот такой шуруповерт от компании Denzel. Это современный, универсальный и довольно мощный шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящий момент которого составляет 65 ньютон-метров. Сверлит отверстие в металле до 13 мм и до 20 мм в дереве. КПД у него больше на 20-30% в отличие от коллекторных шуруповертов. Также благодаря бесщеточному двигателю шуруповерт меньше греется, имеет меньшие габариты и вес. Увеличивается срок службы, так как не надо менять щетки. В комплекте зарядка и два аккумулятора на 1,5 Ач, которые подходят для всей линейки инструмента Denzel с 18-вольтовым аккумулятором. Усиленный металлический быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку и не позволит провернуться сверлу, даже при сильной вибрации. В общем, классная штука при относительно низкой цене и гарантии 3 года. Познакомившись с брендом поближе, решил еще добрать некоторых инструментов, которых мне не хватало. Теперь могу смело рекомендовать инструмент от компании Denzel. Тем более на сайте действует мой личный промокод – совет10, который дает скидку в 10% на все товары. Так что не упустите возможность, выгодно прикупить себе инструмента. Все подробности в описании к этому видео. Бывают такие ситуации, когда термоусадка немного мала и не налазит на провод. В таких случаях я беру простые ножницы и феном немного нагреваю трубку. Одновременно с небольшим усилием раздвигаю ножницы и растягиваю трубку до нужного размера. И немного подождав, когда она остынет, спокойно надеваю ее на провод. И все. Еще раз нагреваю феном, и она уплотняется как положено. Вот вам интересный способ хорошо скрутить провода между собой. Для этого концы проводов вставляем в патрон шуруповерта и затягиваем. А пассатижами держим провода на начале изоляции. Затем на малой скорости делаем несколько оборотов, и все, провода скручены. Лишнее откусываем и работаем дальше. Что делать, если необходимо выровнять плоскость прорези в дощечке, а обычной шкуркой не подлезть? Можно, конечно, наклеить ее на какой-то предмет, который пролезет, и зачистить вручную. У меня этим предметом оказалась вот такая насадка на многофункциональное устройство. Приклеив к насадке наждачку, можно ускорить процесс шлифовки во много раз. Вот уж действительно многофункциональное устройство. Допустим, в плоскости шлифовку удалось выполнить. А как быть со скругленными краями? У меня есть специальная насадка на гравер, но она туда не пролазит. В этой ситуации нас выручат вот такой мебельный шкант. По центру которого делаем отверстие в 3 мм. Хотя бы на половину шканта. Далее в центр вкручиваем саморез. И затем отпиливаем шляпку от него. Ну а теперь берем все тот же двухсторонний скотч и приклеиваем его на шкант. И потом уже приклеиваем наждачку. Отрезаем лишнее и готова насадка, в которую уже можно легко подлезть. Друзья, вот такие советы сегодня. Надеюсь нашли для себя что-то полезное. И если это так, то в комментариях напишите, что понравилось больше. Также не забывайте поставить лайк. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok